продолжаем разбирать необходимые инструменты и следующая у нас идет трансформация на варпингах поговорим о нодах варпинга с помощью варп нодах мы можем трансформировать отдельные участки изображения также делать скручивание изображения и морфинг морфинг это когда происходит трансформация изображения с одной картинки в другую картинку создадим ноду grid варп и начнем изображение скручивать и трансформировать и когда подцепляем ноду grid варп у нас сразу появляется сетка с контрольными точками начнем редактирование с опорных точек хватаем любую опорную точку и смещаем куда угодно также у этой опорные точки есть еще четыре точки тангенты схватив одну из четырех точек тангента можно вращать или управлять натяжением просто хватаем любой из четырех точек тангента и тащите видим как происходит вращение натяжения визуально все видно ну а если зажать shift натяжение будет происходить с обеих сторон вот наглядно мы видим я зажимаю shift и у меня натяжение происходит равномерно с обеих сторон ну а если зажать control можно сменить угол натяжения сделаем надлом также хватаем любой из четырех тангентов зажимаем control и делаем надлом меняем угол натяжения ну и конечно трансформация можно делать не по одной точке но и группами выбираем группу точек появляется бокс бокс трансформации который можно перемещать масштабировать или вращать ну и конечно как работать с боксом трансформации я думаю вы помните с ротоскопа в этом также выбирали группа опорных точек и также перемещали вращали масштабировали и здесь тоже самое выбрав опорные точки появился у нас бокс трансформации и мы также либо перемещаем либо масштабируем либо вращаем да кстати еще можно опорные точки сгладить либо через горячую клавишу z либо через правую кнопку мыши выбираем смож и происходит сглаживание то же самое как и в ротоскопе ну и также что можно копировать опорные точки я думаю так понятно ну и конечно же также можно опорные точки поместить в редактор кривых и также можно опорные точки поместить в долб щит то же самое как мы делали у ноды рота либо можно привязать их к трекеру идем дальше тут настройка вывода текущих данных по умолчанию видим искривление исходного изображения если выбрать source увидим нетронутое исходное изображение ну и конечно эти режимы можно выбрать прямо во вьювере сброшу ноду grid warp и посмотрим как редактировать саму сетку сверху во вьювере есть раздел division по умолчанию выставлен значение 5 можно уменьшить или увеличить мы хотим уплотнить сетку поэтому выставлю сразу 10 теперь сетка стала более плотной но также можно самостоятельно добавлять в определенные места контрольные точки с левой стороны вьювера есть ряд инструментов стрелочка это выбор точек плюсик добавлять контрольные точки минус удалять контрольные точки и с помощью этих инструментов мы будем добавлять и удалять контрольные точки давайте посмотрим как это делать выбрав инструмент плюсик мы сразу же видим красную линию это разметка где будет добавлена еще одна линия grid сетки ну и дальше просто добавляем линии где нам необходимо именно столько сколько нам нужно видим что сейчас я сделал сетку поплотнее в определенном участке изображения и теперь я в этом участке изображения могу более детальнее трансформировать этот участок изображения если вы считаете что все равно у вас в этом месте сетка не такая плотная как вам необходимо то добавляем еще линий и у вас будет больше управляющих точек и сетка будет более плотней а для удаления выбираем инструмент минус и удаляем линии видим что плотной сетки значительно снизилась вам наверное на записи плохо видны линии grid сетки но на вашем нюке в вашей рабочей среде все видно и все понятно о чем идет речь тут от меня мало что зависит но вот видим что я значительно снизил плотной сетки всего лишь осталась одна управляющая точка снова выбираю инструмент плюсик и добавляю еще одну управляющую точку теперь у меня стало две управляющие точки так ладно я думаю понятно плюсик добавляет минус удаляет верну ноду на дефолт и следующий инструмент ограничитель выбор определенного участка выбираем этот инструмент и выбираем участок где хотим сделать трансформацию и в итоге grid сетка появится только в определенном участке изображения именно там где выбрали участок изображения далее выбираем управляющие точки и трансформируем как нам это необходимо к примеру глаз зажмурим в общем все по старой схеме вы можете трансформировать либо боксом трансформации либо по одной управляющей точке инструмент выбора определенного участка применяем на любом участке изображения можно к примеру отдельно рот трансформировать так ладно я думаю понятно следующие три инструмента раскол вертикальный раскол горизонтальный раскол и раскол обоих направлений и для того чтобы применить эти инструменты необходимо сначала выбрать опорные точки выбираем опорные точки и сначала применим инструмент вертикальный раскол и после того когда мы применили вертикальный раскол мы видим что появилась вертикальная линия посередине равномерно произошло равномерное разделение а если выберем инструмент горизонтальное разделение то будет равномерное горизонтальное разделение у нас появится ровно посередине горизонтальная линия ну и если выберем обоих направлений то появится линии ровно по вертикали и горизонтали ну и понимаем что на пересечении двух линий у нас появится управляющая точка. У нас будет в центре управляющая точка. Я постоянно выбирал 4 управляющие точки, но для определенных инструментов вполне хватит всего лишь 2 управляющие точки. И на самих инструментах наглядно показано, как будут создаваться линии. Вертикально, горизонтально, либо в обоих направлений. Я думаю здесь все наглядно понятно и все видно. С этими инструментами закончили, разобрались, идем дальше. Да, и если сетка не совпадает с изображением, для этого есть кнопка Resize Image. Сначала верну ноду на дефолт и грид сетку отмасштабирую. И теперь, если мы хотим, чтобы сетка была на всем изображении, жмем Resize Image. В общем, не забываем про кнопочку Resize Image. Далее посмотрим на разделы. Первый раздел Source Grid. Это раздел отвечает, откуда мы трансформируем. Здесь находится исходное изображение. Desenation Grid. Этот раздел отвечает, куда мы трансформируем. И раздел Setting. Настройки текущих данных. И у двух этих разделов есть галочка Visible. Где включена галочка Visible, тот раздел мы будем видеть во Viewer. Сейчас стоит галочка Visible в разделе Desenation Grid. Это значит, что мы сейчас видим сетку, куда трансформировать. Мы только что меняли местоположение контрольных точек, меняли картинку. Если снять галочку в этом разделе и поставить галочку Visible в разделе Source Grid, мы будем управлять сеткой, откуда будем трансформировать. Будем управлять исходным изображением. В каком разделе будет выставлен галочка Visible, то именно той сеткой и будете управлять. И сразу обратите внимание на Background. У ноды Grid Warp есть три входа. И в меню Background выставляем, какой у нас будет нижний подключенный фон бэкграунда. Сейчас выбран background исходного изображения, то есть то, что подключено ко входу Source. Если выберем Dist, то бэкграунд будет тот, что подключен ко входу Dist. Ну и если выберем BG, то бэкграунд будет тот, что подключен ко входу BG. Ещё есть вариант Black. И если выберем вариант Black, то бэкграунд будет чёрный задний фон. Если кому-то не понятно о чём я говорю, давайте я верну background source и отмасштабирую и мы увидим что на заднем фоне отображается исходное изображение поскольку background на данный момент у нас включен source вот это изображение которое подключено к входу source у нас отображается на заднем плане и какой background вам необходим то ты подключаете и выставляйте в меню background и на этапе трансформации в том числе масштабирования чтобы не мешал и не отвлекал background исходного изображения выбираем background black в меню output выбираем источник изображения сейчас выбран source warp и ко входу source подключено изображение маски мы сейчас трансформировали изображение маски а если выбрать просто source то мы просто увидим что подключено к входу source ну а если выбрать destination то мы увидим что подключено к входу destination подключу ко входу destination какое-нибудь изображение и теперь у меня отображается именно то что подключено к входу destination а если выберем destination warp мы будем трансформировать изображение которое подключено к входу destination еще есть morph сюда мы еще вернемся теперь посмотрим на анимацию сначала на первом кадре поставим ключ дальше перейду на 50 кадр и внесу правки ключ установится автоматически далее перехожу на 100 кадр снова немного деформирую и ключ устанавливается автоматически ну и дальше перехожу на последний 120 кадр также немного деформирую и также ключ выставляется автоматически теперь если запустим анимацию мы будем наблюдать как деформируется изображение в общем анимировать деформацию изображения можно как угодно это уже зависит от поставленной задачи либо можете свободное время оживить какое-нибудь изображению теперь обратите внимание на эти два показателя здесь указывается количество ключевых кадров и на каком кадре мы сейчас в данный момент находимся с помощью стрелочек влево и вправо перемещаемся по ключевым кадром далее вносим правки в ключевой кадр если это необходимо следующие кнопки ключик с плюсиком добавить ключевой кадр и ключик с минусом удалить ключевой кадр следующая кнопочка с буковкой с копировать ключевой кадр и И ключик с буквы КП «Поместить копированный ключевой кадр». Давайте, к примеру, скопирую первый ключевой кадр и поместим в 120-й, первый ключевой копированный кадр. Ну вот, переходим на первый кадр, нажимаем на кнопочку «Копировать». Далее перехожу на 120-й кадр и помещаю первый копированный ключевой кадр. Теперь, если запустим проигрывание анимации, у нас деформация изображения будет совсем другая. У нас в конце будет повторяться первый копированный ключевой кадр, переходить именно на тот кадр, который мы копировали. Так, ну я думаю, с этим понятно, как можно копировать и поместить ключевые кадры. Копировать и помещать ключевые кадры можно и другими способами. Либо можно прямо во вьювере, через правую кнопку мыши, выбрать «Копировать» и «Поместить». Те же самые функции, что я делал, нажимая на кнопочки с ключиками. Еще у нода «Грид Варп» присутствует вкладка «Трансформ». С помощью настройок во вкладке «Трансформ» можно трансформировать всю грид-сетку с контрольными точками. Ладно, давайте посмотрим на каком-нибудь простейшем примере. Я изображение с деревянной маской накину на какое-нибудь изображение. Создам ноду «Мэрш» и ко входу «Б» цепляю изображение, которое будет на заднем плане. А ко входу «А» цепляю изображение деревянной маски через ноду «Грид Варп». Теперь нам нужно изображение деревянной маски расположить на лице вместе с грид-сеткой ноды «Грид Варп» с контрольными точками. Переходим во вкладку «Трансформ» у ноды «Грид Варп». И первое, что нужно сделать, это обязательно снять галочку «Сорс Трансформ» в разделе «Дестинейшн». Дальше размещаем изображение деревянной маски так, как нам необходимо, с помощью манипулятора «Трансформ». Сразу обратите внимание, когда я начинаю размещать изображение деревянной маски, у нас вместе с изображением размещается грид-сетка с контрольными точками. После того, когда разместили изображение, можно немного снизить микс у ноды «Мэдж», для того, чтобы было видно изображение на заднем плане. Ну и дальше можно деформировать изображение деревянной маски, так как нам это необходимо. И обратите внимание, что у нас повторно выглядывает изображение деревянной маски. Это все потому, что у нас в «Бэкграунд» в данный момент у ноды «Грид Варп» выбран «Сорс». Нам всего лишь нужно у ноды «Грид Варп» в разделе «Бэкграунд» выбрать «Блэк» за место «Сорс». И никакого изображения на «Бэкграунде» больше не будет. Далее переходим к контрольным точкам изображения деревянной маски и деформируем. Располагаем так, как нам это необходимо. Если не хватает контрольных точек, делаем сетку поплотней. Либо делаем плотней в определенных участках изображения, для лучшего варианта деформации. Ну и конечно не забываем про галочку «Сорс Трансформ». На самом деле можно было бы и другим способом расположить изображение с деревянной маской. Ну и также учитываем, что через вкладку «Трансформ» у ноды «Грид Варп» можно связать трекер, если он у вас присутствует. И изображение с деревянной маской будет следовать за анимацией. Именно за трекером. Ну и теперь давайте перейдем на морфинг. Я покажу очень простой и грубый пример, чтобы вы образно понимали, как делать морфинг. И к ноде «Грид Варп» подключаю два изображения. Одно ко входу «Сорс», второе ко входу «Дестинейшн». И у меня изображение «Сорс» будет переходить в изображение «Дестинейшн». Теперь нам нужно изображение «Сорс» подогнать ко второму изображению. Поскольку принцип морфинга заключается в том, чтобы одно изображение переходило в другое изображение. Выбираем «Сорс Варп» и ползунок «Бэкграунд Микс». Немного увеличиваем до тех пор, пока не будет видно нижнее изображение. Так, у нас сейчас выбран «Бэкграунд Сорс», а нам нужно выбрать «Бэкграунд Дестинейшн». Поскольку будем подгонять изображение «Сорс» под изображение «Дестинейшн». Далее подгоняем «Микс» для лучшего варианта отображения «Бэкграунда». Но так, чтобы не мешало подгонять «Сорс». Далее выбираем контрольные точки и подгоняем под второе изображение. Сначала подгоняю глаза. Если не хватает контрольных точек, делайте сетку поплотней. То же самое делаем с остальной частью изображения. С носом, ртом. В общем, подгоняем изображение максимально схоже со вторым изображением. После того, когда закончили подгонять изображение «Сорс», выбираем «Морфинг». Далее переходим к ползунку «Варп» и в первом кадре выставляем значение «0» и ставим ключ. Потом переходим на последний кадр, выставляем значение «1» и выставляем ключ. Ну и дальше переходим к ползунку «Микс» «Растворение». Сначала выбираем, в каком кадре начнется растворение. Скорее всего, выберу 55-й кадр. Он вполне подходит. И выставляю ключ. Дальше ищем кадр, где лучше всего проявляется второе изображение. Скорее всего, 92-й кадр. Ползунок «Микс» выставляю «1» и ставлю ключ. Ну и далее теперь можно посмотреть на «Морфинг». Жму «Q» и скрою «Overlay», чтобы сетка не мешала. Пример, конечно, очень грубоватый. Да и в принципе «Морфинг» такой слегка грубоватый получился. Но для примера вполне пойдет. Мне самое главное объяснить, как можно делать «Морфинг». А хорошего результата уже сами добиваемся. На самом деле «Морфинг» с помощью ноды «Grid Warp» вы вряд ли будете делать. «Морфинг» делают с помощью ноды «Spill Warp». Но если нужно быстренько сделать какой-нибудь «Морфинг», то можно в принципе сделать «Морфинг» с помощью «Grid Warp». Да и еще чуть не забыл сказать. Сверху в объеме есть кнопочка «Ключик с лесенкой». Это автоключ. Если вы не хотите, чтобы у вас ключи автоматически проставлялись, просто отключаем. И ключи будете выставлять вручную. Посмотрим, что тут еще осталось. Вкладка «Рендер» отвечает за опции времени рендера. «Резолюшн» определяет подразделение сетки. Большое число обеспечивает точный контроль над сеткой. Малое число ускоряет время просчета. В списке фильтров можно выбрать несколько вариантов. Следующий раздел «Опция» задает цвета сетки. Так, ну что, в принципе, ноду «Grid Warp» мы разобрали полностью. Так что давайте переходим к следующей ноде. Мы, конечно же, понимаем, что для идеального морфинга не подойдет нода «Grid Warp». В ней недостаточно контроля над детализацией. Для морфинга нам нужна нода «Splain Warp». Итак, нода «Splain Warp». У ноды «Splain Warp» больше контроля над детализацией, чем у ноды «Grid Warp». С помощью ноды «Splain Warp» можно не только переводить изображение в другое с помощью трансформации, но и с помощью этой ноды можно делать отличный морфинг. Дело в том, что рисование и редактирование сплейнов точно такие же, как у ноды «Rota». А ноду «Rota» мы уже изучали. И все инструменты вам будут знакомы. У ноды «Splain Warp» вход «A» и вход «B» точно такие же, как у ноды «Grid Warp». Только у ноды «Grid Warp» — «Source» и «Destination». Посмотрим на интерфейс. Слева обозревателя находятся инструменты для создания и редактирования соединительных сплейнов. Верхний ряд — «Настройка видимости». Второй верхний ряд — «Настройка видимости опорных точек». Их номеров, сплайнов и кнопка с ключиком «Функция автоключа». Ну а теперь давайте посмотрим, как с нодой работать. «Select» — «Инструменты выбора». Следующее меню инструментов — «Удаление и создание точек». Также «Сгладить, исцепить или расцепить кривые». То же самое, как у ноды «Rota». И следующее идет — «Создание сплайнов». И тут тоже, как у ноды «Rota». В ноде «Grid Warp» мы работаем с сеткой, а в этой ноде «Spline Warp» работаем со сплайнами, как в ноде «Rota». Тут сначала создаем сплайн, откуда будем трансформировать, и создаем сплайн, куда будем трансформировать. Ладно, давайте создадим сплайн, откуда будем трансформировать. Рисуем сплайн. И рисуем второй сплайн, куда будем трансформировать. Далее выбираем инструмент «Joint Tool». И теперь выбираем кривую, откуда будем трансформировать. И следующую кривую выбираем, куда будем трансформировать. И вот эта линия между сплайнами, она вам показывает, откуда и куда будет происходить трансформация. И видим, что произошло. У нас произошла трансформация с одного сплайна к другому сплайну. Далее переходим к инструментам управления опорных точек. Выбрав этот инструмент, у нас появятся опорные точки и линиями между этими опорными точками. Далее выбираем опорные точки и поправляем деформацию. Причем опорные точки можно поправлять в двух направлениях. Опорные точки можно поправить, куда трансформируем. И опорные точки можно поправить, откуда трансформируем. Следующие два инструмента в этом меню это добавление и удаление контрольных точек. Давайте сначала выберу инструмент добавления контрольных точек и начну добавлять контрольные точки. Видим, что происходит. У нас добавляется 2 контрольные точки. Откуда деформируем и куда деформируем. Добавив больше контрольных точек, у нас появляется больше детализации для трансформации. Следующий инструмент удаления контрольных точек. Выбрав инструмент удаления контрольных точек, мы начинаем удалять по 2 контрольные точки. одну у сплайн откуда трансформируем и одну у сплайн откуда трансформируем видим я удалил все контрольные точки оставил только одну контрольную точку у нас остался одна контрольная точка откуда трансформируем и одна контрольная точка куда трансформируем так что в этом списке присутствует три инструмента управление контрольными точками добавление контрольных точек и удаление контрольных Теперь давайте посмотрим еще один из вариантов трансформации. Мы сейчас посмотрим другой вариант. Тут повнимательней будьте. Сначала создаем кривую, рисуем кривую и немного сделаю помягче. Выбираю все управляющие точки и нажимаю на горячую клавишу Z. Вижу, что немножко съехали опорные точки, поэтому выбираю опорные точки и немного поправляю. Далее выбираем фигуру, зажимаем правую кнопку мыши, выбираем один из вариантов. Дубликет InJoint, Дубликет In-I, Дубликет In-B, Дубликет In-Unjoint, либо Дубликет In-B-Unjoint. Вариант А, либо вариант Б, это выбор того, к какому входу будет относиться дублированная фигура. Если выберем вариант Joint, то созданная фигура, которая продублирована, автоматически будет являться фигурой для того, чтобы деформировать изображение. А если выберем дубликат In-I, End-Joint, это означает, что фигура будет находиться внутри входа А, и новая сдублированная фигура будет изменять изображение, и будет связана с исходной фигурой. Выбрав этот вариант, мы теперь можем свободно трансформировать изображение. Выбирайте контрольные точки и деформируйте так, как нам это необходимо. Давайте теперь посмотрим на верхние кнопки видимости. Обратим внимание на включенную кнопочку А. Это означает, что сейчас включена видимость трансформированной фигуры, подключенная ко входу А. Рядом есть еще одна кнопочка А, отображает исходное изображение, подключенное ко входу А. Кнопочка Б отображает видимость трансформированной фигуры, подключенная ко входу Б. И следующая рядом кнопочка B отображает исходное изображение, подключенное ко входу B. И кнопочка A и B включает видимость подключенных изображений A и B. Следующая кнопочка выключить отображение сплайн источника и сплайн назначения. Так, давайте по-другому покажу. Вот теперь выключаю сплайн назначения и видим у нас отключился сплайн назначения. Если нажмем на обе кнопочки, отключим видимость сразу двух сплайнов. Ну и конечно, какой в списке сплайн будет выбран, такой сплайн и будем редактировать. Ну и конечно же, у выбранного сплайна появятся контрольные точки. Дальше остается внести корректировки. Идем дальше и разберем еще один момент. Ограничители. Я деформировал два глаза у этого изображения с деревянной маской. И обратите внимание, при деформации глаз у меня деформируется все изображение. Я не хочу, чтобы у меня деформировалось все изображение, а только деформировалась область у глаз. И тут нам помогут ограничители. Создаю еще один плейн в определенной области, где я хочу ограничить влияние деформации. Далее выбираю этот сплайн и напротив этого сплайна в столбике включаю эти множественные скобочки. Это говорит о том, что я включил для этого сплайна мягкое ограничение. Ну и теперь, если мы посмотрим на деформацию, мы увидим, что деформация у нас происходит только в определенной области, только у глаз. И вот таким вот образом можно включить мягкое ограничение в определенной зоне, где создали сплайн. Давайте посмотрим, как было и как стало. Совсем другое дело. А рядом кнопочка с ромбом. Это жесткое ограничение. И когда задействуем этот режим жесткого ограничения, сплайн сразу станет белым цветом. И ограничение будет жестким. За пределами этого белого сплайна ничего деформироваться не будет. Деформироваться будет только внутри области этого белого сплайна. Только внутри. Снаружи ничего деформироваться не будет. Вот мы видим, как было и как стало. Деформируется только внутри выбранного сплайна. Снаружи ничего не деформируется. Так, я думаю, понятно, как работает ограничение. Можно сделать либо ограничение мягким, либо можно сделать ограничение жестким. Да и кстати, когда вы задействовали определенный режим ограничения, сверху во вьювере можно отключить отображение. И к примеру, если у вас на данный момент присутствует много сплайнов с мягким ограничением, и для того, чтобы они не отвлекали, отключаем отображение сплайнов с мягким ограничением. А если у вас много сплайнов с жестким ограничением, и они также жутко отвлекают, то сверху во вьювере также отключаем отображение сплайнов с жестким ограничением. Так, ну я думаю, понятно. В этом верхнем меню можно отключать отображение определенных сплайнов, чтобы они вас не отвлекали. Теперь посмотрим третий тип ограничения. Булавка. Выберу инструмент булавку и выставлю на нос. И нос никуда не сдвинется. И теперь, если мы посмотрим на деформацию, у нас нос остается на месте. Именно в том месте, где стоит булавка. И когда выставили булавку, в списке фигур появятся две булавки. И они связаны. Ставьте булавок столько, сколько вам нужно. Давайте я еще две булавки поставлю по краям носа. И теперь, если посмотрим на деформацию, у нас нос будет находиться на месте. Именно в том месте, где мы поставили булавки. Вот смотрите, как было и как стало. У нас нос остается на месте, именно в том месте, где я поставил булавки. Ну и конечно в списке фигур появится список булавок, которые можно потом закинуть в группу. Идем дальше. Теперь посмотрим, как сделать морфинг. Скрутить одно изображение в другое. У меня присутствует два разных изображения, и мы будем делать, чтобы одно изображение переходило в другое. Посмотрим сначала первый способ. Сначала рисуем сплайн для изображения, подключенное ко входу A. Потом дублируем этот сплайн для изображения B. Выбираем дубликат in B. И теперь у нас два сплайна. Один находится для соединения A, второе находится для соединения B. Далее переключаюсь на изображение B и подгоняю дублированный сплайн. И для того, чтобы видеть сплайны в A и B, жмем на кнопочку A и B. И мы теперь сплайны можем различать по цветам. Красный сплайн относится ко входу A, а синий сплайн относится ко входу B. Ну и теперь можно связать эти два сплайна. Выбираю Join Tool. Далее связываем два сплайна. Помним, выбираем сплайн откуда будет трансформация и следующий куда будет трансформироваться. Ну и теперь остается только поправить корректирующие точки, чтобы трансформация была корректной. А то сейчас на данный момент у нас сильно скрутило трансформацию, поэтому нам нужно поправить корректирующие точки. Да и кстати забыл сказать, если мешают желтые направляющие линии, сверху отображения тоже есть кнопочка скрыть отображение линий. Если вам не хватает управляющих точек, можно смело добавлять или удалять, не забываем. Ну давайте к примеру добавим еще побольше управляющих точек, для более детальной деформации. И видим, когда я добавляю еще управляющих точек, у меня деформация становится намного ровней. И еще, если вы напутались с соединением, Join Tool, можете сделать Reverse Tool. И соединение у вас будет меняться местами. Или вообще удалить соединение сплайнов, Unjoin Tool. Ну, знаете что, давайте-ка мы посмотрим на другом глазе. Посмотрим Reverse и удаление. Давайте я сначала быстренько грубо сделаю два сплайна, как я делал с левым глазом. Не буду особо подгонять, поскольку всего лишь хотим посмотреть, как работают два инструмента. Это Reverse и удаление. Выбираем Join Tool. Сначала выбираем, откуда будет трансформация. И куда будет трансформировать. Так вот, если вы ошиблись с соединением, можно либо выбрать Unjoin, удалить соединение и создать заново. Или выбрать Reverse Tool и сделать реверс соединение. Так вот, смотрите, когда я выбираю Reverse Tool, у меня меняются местами соединения. Ну, я думаю, с этим понятно. Давайте идем дальше. Так, мы посмотрели первый способ перехода сплайнов через дубликат. Теперь сделаем вторым способом. Сначала рисуем сплайн для изображения, подключенное ко входу A. Далее, переключаясь к изображению, подключенное ко входу B. И рисуем новый сплайн. Имейте в виду, что этот способ вы также очень часто будете применять. Далее, смотрим список фигур. И видим, к какому входу относятся сплайны A и B. Далее, переходим к отображению A и B. И делаем соединение. Сначала выбираем сплайн, откуда будем трансформировать. И выбираем сплайн, куда будем трансформировать. Сразу обратили внимание, что у меня произошло большое скручивание, поэтому мы исправляем это скручивание. Если не хватает управляющих точек, добавляем еще управляющих точек. Знаем прекрасно, что чем больше управляющих точек, тем у нас деформация будет более детальней. Да, и кстати, вы не забывайте, что можно подстраивать не только скручивания, не только управляющие точки, но и также сами сплайны. Выбираем необходимый сплайн в списке фигур и подстраиваем сам сплайн. Так что запоминаем, подстраиваем не только скручивания, но и сами сплайны, если это необходимо. Поскольку при анимации, так же как и в ротоскопе, сплайны также анимируем. Ну и чтобы не тратить время, я сделал все остальное. Сделал нос, сделал губы и сделал саму форму изображения маски. Ну и конечно, сделал соединение перехода деформации с одного плейна в другой плейн. И в списке фигур, как в ротоскопе, всегда порядок. Все по группам. Далее переходим к корневому скручиванию. На первом кадре корневое скручивание выставляем в 0 и ставим ключ. И в последнем кадре корневое скручивание выставляем в 1 и также ставим ключ. Ну и конечно же помним, что нам нужно еще выставить ключи в перекрестном растворении. Помним, что сначала ищем подходящий кадр для начала растворения. Ну давайте где-нибудь в этом месте. Далее переходим в микс, выставляем 0 и ставим ключ. Ну и дальше ищем подходящий кадр для окончательного растворения. Снова переходим к миксу, выставляем единицу и ставим ключ. Ну и дальше запускаем анимацию и смотрим растворение. Мне, к примеру, не нравится интервал растворения. Не забываем, что в Curve Editor можно вносить правки. Я просто сдвину ключ. Захожу в Curve Editor, выбираю кривую и немного сдвину. Так, я вижу, что с глазами просто беда. Поэтому подберу какое-нибудь другое место. Посмотрю, к примеру, на 50 кадре. Смещаю кривую на 50 кадр. Но все равно получилось паршиво, но немножко получше. Мне самое главное, чтобы вы понимали принцип работы. Дальше подгоняем, дорабатываем. Ну и конечно, если нужно, кривую можно сделать поплавней. Можно сделать помягче. Это уже вам видней. Не забывайте, что в Curve Editor можно также вносить корректировки кривой. И по поводу глаз можно пойти другим путем. Есть еще две настройки. Это скручивание слоя и парное скручивание. Сейчас эти параметры не активны. Но если выберем слой, то будет активно скручивание слоя. То есть все, что находится в этой группе, можно анимировать скручивание. Или парное скручивание. Можно отдельно сплайны выбрать и анимировать. Хоть сейчас эти параметры нам не подойдут, но все равно посмотрим наглядно, как эти параметры работают. Выберу слой с глазами. И если я скручивание слоя в ноль выставлю, то скручивание глаз не задействован. Перейдем в отображение B и увидим, что происходит. Когда у нас стоит значение в ноль, то глаза больше не трансформируются. А остальное все трансформируется. Ну и конечно же этот параметр можно анимировать, чтобы в определенный момент началась трансформация. И то же самое относится к парным скручиваниям. Тоже можно отдельно ключи назначить на сплейны. И то же самое в определенный момент будет начинаться трансформация. Как ключи выставите, так и будет начинаться трансформация. Так что тоже имейте ввиду, что есть такие параметры. Можно анимировать отдельно слои, либо анимировать отдельные парные сплейны. Чтобы они в определенный момент начинали, либо заканчивали трансформацию. Хоть эти два параметра нам с глазами не помогут, но не забываем, что мы вообще можем отдельно управляющие точки сплейна анимировать. Выбираем определенный сплейн и просто управляющие точки перемещаем куда угодно. Добиваемся тех результатов, каких нам нужно. Выбрали управляющие точки, назначили ключ и трансформируем. Далее передвинули ползунок анимации, выставляем ключ и снова трансформируем управляющие точки. Видим, что у меня уже три ключа и смотрим на анимацию сплейна. Видим, я анимировал сплейн, причем анимировал только один сплейн, который относится к изображению, подключенное ко входу B. Я сейчас не буду тут стараться хорошо подстраивать и анимировать глаза и время тратить. Ну и конечно же, если у вас присутствует альфа-канал, здесь тоже можно переключиться на альфа-канал и смотреть переход по альфа-каналу. Так что про альфа-канал тоже не забываем. Если он есть, смотрите на альфа-канал. Так, ладно, как я и сказал, я здесь не буду особо стараться делать какой-нибудь хороший результат. Мне самое главное объяснить, как можно делать этот морфинг. Наглядно, я думаю, все понятно. Я в принципе все объяснил. Так, посмотрим, что еще присутствует в данной ноде. Также присутствует вкладка Transform, как и в ноде Grid Warp и как в некоторых других нодах. Также присутствует вкладочка Transform. Уже пора привыкнуть. Ну и также можно выбрать сплейн и с помощью этих настроек трансформировать. Ну и конечно же, к ноде Tracker можно привязать, если это необходимо, и анимировать. Точно так же, как и в ноде Roto. Вкладка Render имеет настройки для финального просчета. Разрешение кривой определяется числом интерполированных точек каждой стороны. Чем больше число, тем плавнее скручивание. Ну и конечно увеличивается время рендера. Это разрешение для кривых ограничений. А разрешение увеличения превью будет к меньшей плавности превью, но ускорит рендер. Вот в этом разделе я только бы увеличил разрешение кривой. За место тройки поставил, к примеру, пятерку, либо восьмерку. Идем дальше. И сразу затронем еще одну ноду. Мы разбирали ноду Grid Warp. Есть еще одна нода Grid Warp Tracker. Она точно такая же, как нода Grid Warp, но только у ней есть возможность деформацию или морфинг привязать сразу к трекеру. И у ноды Grid Warp Tracker есть вход для Smart Vector. Подключение точно такое же. Основное изображение Source. Если для морфа, второе изображение на Destination. Управление точно такое же, как у ноды Grid Warp. Если хотим сразу сетку поплотнее сделать, ползунок Division по X и по Y. Давайте немного увеличу значение. Теперь сетка стала поплотнее. Если нужно еще сделать поплотнее, еще добавляем подразделений. Либо просто вводим числовое значение. Не обязательно ползунками управлять. Можно ввести именно те значения, которые нам необходимы. Ну и конечно же, как у нода Grid Warp, можно самостоятельно накидывать линии. По горизонтали, либо по вертикали. Или сразу в двух направлениях. Как работают все инструменты, объяснять не нужно. Они все повторяются. Сразу перейдем к делу. Сначала выбираем участок, который хотим деформировать и анимировать. Выбираем рот. Можно выбрать абсолютно любой другой участок. Вообще, хоть всю голову. Дальше подстраиваем сетку. Вы и так уже знаете, что у нас две сетки. И какую сетку выберете, то и подстраиваем. Все то же самое. Приближусь поближе, чтобы видно было. Все равно плохо видно. Ну вот, видно, что у нас две сетки. То же самое, как и в ноде Grid Warp. Нам нужно подстраивать сразу две сетки. И тут есть такая возможность. Сразу ставим галочку на связку. И у нас будет связано сразу две сетки. Дальше подгоняем управляющие точки. Управление точно такое же. Зажимаем Ctrl. И тангенты, эти усики, ломаем. В общем, управление точно такое же. Давайте-ка я быстренько подгоню управляющие точки вокруг рта. И крайние управляющие точки тоже подгоняю на определенное расстояние. Где будет заканчиваться деформация. Далее выбираю все управляющие точки. И жму на горячую клавишу Z. Чтобы все сгладить. Ну и конечно же, если хотим, чтобы отображалось все изображение. В бэкграунде вместо Black выставляем Source. Далее нам нужно сделать трек. Тут нам понадобится нода Smart Vector. Сейчас подробно объяснять ноду Smart Vector не буду. Но по дефолту она и так уже хорошо работает. И для примера нам вполне подойдет. Далее жмем на трек. Настройки здесь все стандартные. Вперед-назад, покадрово, удаление ключевых кадров. В общем, точно такие же кнопочки, как у нода трекер. Дело в том, что это уже четвертый вариант трекера. Который работает с векторами. Отслеживает каждый пиксель изображения. И на основе движений пикселей делает трек. У меня сейчас просчитало в одну сторону. И видим, что одна точка съехала. Можно сразу посмотреть, с какого кадра съезжает эта точка. Поправить. И просчитать заново. Давайте я сначала до конца весь трек просчитаю. И посмотрю, как выглядит трек. Так, у меня трек просчитал. Я отключу изображение Source. И посмотрю на анимацию трекера отдельного участка изображения. Сразу вижу, что такой трек никуда не пойдет. Это ужасно. Я хороший трек сейчас не собирался делать. Но и такой трек мне тоже не нужен. Выбираю место, где трек нормальный. А остальное все плохое удаляю. Заново делаю трек определенного участка. И в определенных местах просто точки поправляю. Ну вот, я до конца просчитал. Теперь можно посмотреть, как выглядит трек. Снова отключаю Source. И смотрю на участок изображения, которому делали трек. Ну вот, совсем другое дело. Теперь с этим треком можно поработать. Он, конечно, не идеальный. Но для примера вполне пойдет. Дальше, если вы трек сделали. Вас все устраивает. Ноду Smart Vector можно удалить. Она вам больше не нужна. Поскольку ключи все запеклись. Удалю ноду Smart Vector. Запустим анимацию. И видим, что все работает. Далее накидываем корректирующую сетку. Жмем на плюсик. Также связь можно отключить. И отключить видимость этих сеток. Жмем на глазик. И пусть у нас отображается только корректирующая сетка. Дальше выбираем корректирующую сетку. И ставим ключ. Откуда будет коррекция. Дальше выбирайте управляющие точки. И корректируйте как угодно. Точнее, деформируйте как угодно. Как вам необходимо, так и деформируйте. Давайте, к примеру, губы сделаем немного зажатыми. Дальше переходим на какой-нибудь определенный кадр. Ставлю ключ. Снова перехожу на какой-нибудь определенный кадр. И снова ставлю ключ. И начну деформировать. Точнее, нужно было сначала деформировать, а потом поставить ключ. Ну вот, снова перехожу на определенный кадр. И начинаю деформировать. Выбираю управляющие точки. и начну надувать губы. Сделаю губы не зажатые, а наоборот сделаем губы большими. Снова переходим на какой-нибудь кадр и снова сделаем какую-нибудь деформацию. Теперь можно запустить анимацию и посмотреть на деформацию губ. Видим как с определенного момента губы начинают сжиматься и с определенного момента губы начинают надуваться. Ну вот в принципе заметно как мы сделали деформацию. Дальше, если нужно, накидываем еще одну корректирующую сетку и также ее анимируем. Я думаю понятно как работает нода grid wap tracker. Можно быстренько сделать анимированную трансформацию или морфинг. Здесь на выходе просто переключаем что мы хотим сделать варп или морфинг. По идее ноды варпа мы разобрали. Дальше вы самостоятельно сами что-нибудь сделаете. И последний на сегодня хотел еще затронуть флипбук. Флипбук простой в исполнении. Можете вызвать его нажать на эту кнопочку и появится меню флипбука. Далее выбираем каким флипбуком хотим воспользоваться. К примеру вот этим героем. Можно выбрать интересующую область. Выбрать какие каналы хотим использовать. Количество кадров или диапазон кадров. Лут аудио у меня нет. Далее жмем ОК и будет рендериться что у нас установлен. Далее занимает определенное время. Но это все зависит что вы там у себя рендерите. И после завершения рендера у нас открывается герой. И дальше можно посмотреть без торможения всю секвенцию. Но имейте ввиду что здесь мы также дальше можем вносить определенные правки. И дальше корректировать. Здесь мы работаем с изображением. Я хоть флипбук не применяю в своих работах. Но если это необходимо можете применять флипбук. Ну и все. Заканчиваем урок. Далее тренируйтесь по пройденному материалу. И смотрите следующий урок. Субтитры делал DimaTorzok